Девушки отдыхают Барановичи, аллея закаханных, аллея влюбленных Денис Начинаем изучать Незвиш, городская ратуша, таунхолл Посмотрим на то, что внутри Монеты царские Монеты царские Монеты царские Монеты царские Слуцкие ворота, самковое озеро, прекрасное место порыбачить, католический храм, местные художники, Вечный огонь жертв в погибшем в годах Второй мировой войны, Следующий пункт назначение замок Медзевилов. Дворцовый ансамбль построен в 1583 и реставрирован в 2010. Красота, слепота, Какие детали, как все здорово сделано. Портрет Войч Шумна I Кристиана Радзевилова. Семейное дерево. Кабинет князя Радзевилова. В середине 17 века зал был частью галереи, которая вела из дворца в каменицу. Он использовался для демонстрации художественных произведений. Здесь находились картины, различные сюжеты, скульптуры, портреты княжства литовского. Малый столовый зал. Белый бальный зал. В середине 18 века в этом зале разместилась коллекция портретов. Горный хрусталь. Охотничий зал. Помещение, в котором размещается коллекция охотничьих трофеев, напоминается в описании первой половины 18 века про коридор из дворца в корпус Арсенала. Театральная машина «Дождь». В 1746 году княгине Франтишко Радзевилл поставила свою первую пьесу «Остроумная любовь». С этой даты берет начало истории Дворцового театра. Вот так создавались волны. Кушкой виноград, Невшевская литейная мастерская, 1600 год. Ищем сходства. Николай Радзевилл. Глаза. Какие глаза, да? Такое ощущение, что я на воздушном шаре на дне сижу. Вот то самое помещение, где когда-то моя прабабушка была библиотекарем, здесь была библиотека. Когда по этой плитке, по этим комнатам ходила моя прабабушка, работала у князя Родзевилла, здесь именно находилась библиотека. Такое знаковое место. Старый парк, горбатый мостик и памятник русалочке. Вот такой замечательный памятник 1706 года собачке. Замечательная беседка у озера. Территория просто огромная. А на том берегу роддом, где я родился. Большое удовольствие, терраболет научный. Вот такое место, где можно пострелять. Тетиву. Стрелу в паз, вот так вот вставили и под кланочку толпу разогнали. Осталось только предохранитель. Вот. От себя. Челкивали. И все. Дальше прорезь. Мушечка, как в винтовке. Она кругленькая такая мушка. Пристреливаем по центру. То есть целимся в центр черного кружочка. Смотри, не подходит. Так, значит черненькая вот посаденьки. она вот была немножко выше вот этим в общем не плохо до результат есть стрелу на полочку между узелочками ну угол 90 градусов должен быть у нас узелочки за счет 0 и и обращаем внимание на цвет пешка только двое от двух других отличается от лука должна быть левая рука прямая у нас лук как бы продолжение упирается в руку так и растягиваем не застрелу держимся от тетива уже растягивает указательный пальчик сверху и снизу можно на двумя может тремя тут уже не принципиально локоточек бы параллельно у нас идет земле да то есть приподнимаем его потому что так вот неудобно тянуть вот растянули большим пальчиком можно касаться щеки или подбородка и все регулировки делаем левой целимся по стреле как бы направили у нас здесь нету этого прицела до этого направили стрелой мишени растянули направили пальчики отпускаем левую руку жестко держим так чтобы у нас стрелару не растягивайте нибудь огонь ну уже уже ближе ну сейчас должны попасть кстати если руку удержим огонь есть самый удачный выстрел у нас называется костел божьего тела